Здравствуйте, коллеги. Тема нашего урока – лишайники. Когда мы идем, например, по улице, мы можем увидеть их в виде желтых или серых пятен на стенах домов, на фонарных столбах, на коре деревьев. Лишайники по своему внешнему виду бывают трех видов. Как говорят ученые, у них бывают три жизненные формы. Жизненные формы лишайников – это, как бы сказать, организменный уровень организации. Стоит посмотреть на лишайники и на более мелком уровне организации, так сказать, с увеличением. Под микроскопом мы увидим самую важную странность лишайника. Это не просто организм, это организм составной. Он состоит из гриба и водорослей. В первую очередь нужно понять, как друг с другом соотносятся два таких разных его компонента – грибы и целая колония одноклеточных водорослей. Отношения между ними, сразу скажу, в целом хорошие, нормальные отношения. Даже они помогают друг другу. Лишайники бывают окрашенными, а это значит, из них можно делать краски. Ну, так люди и научились делать из некоторых лишайников краски, действительно. Но есть одно удивительное вещество, одна совершенно волшебная краска, которую из лишайников получают. Называется она лакмус. Этой краской нельзя ничего покрасить, честно вам признаюсь. Но зато эта краска умеет менять свой цвет. По-научному такие краски называются индикаторами, и вы с ними познакомитесь в курсе химии. У меня есть немножко лакмуса. Этот порошок мы растворим в некотором количестве воды. Возвращаем. Надо немножко поболтать. Лакмус не очень хорошо растворяется в воде, но понемножечку, вы видите, вода приобретает вот такой вот фиолетовый цвет. Это именно цвет растворенного лакмуса. Если мы сейчас капнем сюда что-нибудь кислого, вот у меня лимон есть, например, то он изменит свой цвет.